Так, сейчас с сокомандником, я думаю, можно будет впихнуть тут новую винтовку лазерную. Тяжелый пистолет плазмы. Наконец-то я хоть что-то нашел новое. Исключительно скорострельный легкий пистолет, стреляющий с густками плазмы. Че-то я не вижу никакой скорострельности. Либо я не так прочитал, либо меня накололи. Та близко скорострельность не пахнет. Так. Гад, если ты сейчас не примешь от меня новую винтовку, я тебя пока... Вот зачем я тогда ищу все эти новые образцы? Вот нахрена я на этот уровень приперся. Этот придурок не может ничего взять, кроме своей снайперской винтовки 1903 года. Зачем тогда я здесь? Просто офигенски. Перезарядка умения и критический удар происходят быстрее. Давайте. Это кошмар какой-то, честное слово. Ты-то хоть что-нибудь возьмешь? Ладно, пистолет плазмер. Окей, уговорили. Это жесть, господа. Ладно. Запас патронов, конечно, смешной. Всего 25. И одна обойма. Но, возможно, он бьет, как я не знаю что. Поэтому пока походим с ним. У нас еще винтовка. Должно хватить. Ну, давайте поконтактируем. Раз контакт. Кто там, где там? Вылезай, Чурбан! Вот зараза. Тихо. Вверх и в сторону. Прикончите его. Ослабьте эту броню. Всем пора рассмотреться. Да вообще его и заставим. На! Хорош! Готовы к обороне. Так, два патрона. Минус щит, минус здоровье. Я так быстро все... Без страха себя чувствую. Такой доисторический Desert Eagle, скажем так. Ну, где кто? Я вообще никого не вижу. Абсолютно никого. Так, еще минус один. Тебя еще никто не стрелял, а ты уже не держишься. Хорош. Что-то Глотов как-то не особо убивает. Есть здесь кто еще? Был последний или еще последний? Был. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорош. Этих тварей здесь... Хоть в жопу и ешь. Не у всех, главное, плазменные пистолеты, откуда ни возьмись, появились. Как только я нахожу новое образец оружия, он появляется сразу у всех врагов. Да. Линей нас убивает. Так, энергобойма. У меня максимум всего. А, куда идти-то? Куда идти-то? Чего жать? Так. Угу. Без пол-литра не разберешься. Хорошо, что главный герой алкаш. Ладно, погнали. Это мы в гостях, придурок. Когда ты прекратишь уже путать. Че ложиться? Можно один раз выстрелить и все. Уж лучше бы ты этого не делал, парень. Куда ты сдвигаешься? Зачем? Я никого не вижу. Только я здесь делом занимаюсь, да? Ребят, я вам даже плазменный пистолет подогнал. Один просто не хочет брать ничего, кроме своей доисторической винтоварки. О, да. Полный набор. Слушай, ты плазма неплохо фигачит. Ну, плюс еще это умение. Какого черта он лечится? Офигеть. Плазма игнорирует броню, что ли, или что? Так, соликоид опять без дела, вообще. Хорош. Нафиг ты мне нужен. Кусок говна инопланетного. Стоит, ни черта не делает. Вы подарили нам надежду. Я ваш командир, Барнс, а не мозгоправ. Готовьтесь нас отсюда вытаскивать. Гардер, вы же весь сектор спасли. Сектор мы спасем, если вырубим завод. Так. Я не думаю, что здесь что-то интересное есть, но давайте посмотрим. Все же. Ну да, боеприпасы и больше ничего. Ну и, естественно, мертвый. На расслабоне пришелец. Ладно, тогда идем дальше. Ну, а так понимаю, это уже конец миссии. Босяр уже был. Так что... Осталось нажать кнопочку, и мы поедем домой, да? Так, здесь вроде тоже ничего нет, поэтому... Барнс, мы выдвигаемся к точке высадки. Понял вас, агент Картер. Все. Операция «Длинный меч». Картер и его люди уничтожили завод по производству силикоидов. Группа спасла бесчетное множество... ...мирных жителей. Два повышения. Лазерный импульс на оружие. Ранец кинетическое ускорение. Тяжелый пистолет «Плазмер». Так, 40 врагов уничтожено. Так, посмотрим. Два повышения. Первая встреча Петра с чужими прошла насыщеннее, чем мы ожидали. Наш отряд был атакован чужими. Наши агенты смогли взять верх, и теперь Петр, как оказалось, неплохой боец, решил присоединиться к нам. Польский «Пердун» он, а не Петр. Так, вискарик. Лучше от него воздержаться, я думаю, пока что. Да, нам по-прежнему никто ничего не желает говорить. А, вот дополнительное задание есть. Давайте посмотрим. Может быть, нам какую-нибудь пушку притаранить. Хотя это в лаборатории, поэтому. Вроде как в лаборатории. Поэтому не думаю, что там что-то новое. А, может, там в лаборатории... А, ладно, неважно. Как поживаете, Картер? Да никак. Помираю скорее. Мне овечество с вами согласится. Ваш приятель Фолк меня чуть не пристрелил. Ха! Не вы первый, не вы последний. Он и меня пару раз чуть не пристрелил. Я серьезно. И я тоже, сынок. Это чертова жизнь. И сейчас накануне только ваша гордость. Так что, не берите в голову. Фолк старается для всего человечества. А если он станет злоупотреблять властью? Тогда я вас поддержу. Но не стоит начинать войну сейчас. Заботы так хватает. Не принимая в голову свинец. Вы видели лунатиков. Что вы о них думаете? Да скверно это дело. Одно хорошо. Теперь они в лазарете, безопасности. Только вот... Угу, целых три человека из миллиарда. Лунатики тоже едят и пьют. Если бы не они, припасов хватило бы месяца на четыре больше. А что бы вы предложили? Да ничего. Но война затянулась. И скоро придется решать, можем ли мы позволить себе быть такими жалостливыми. Как наши запасы? Очень неплохо. Лишних ртов, конечно, многовато. Но нам помогают пилоты Банса. Возят еду и снаряжение с других складов. Ну, может, продержимся. Вот уж не поручусь. Хотя, как я слышал, кое-какие шансы у нас есть. Не без вашей помощи. На сегодня все. Ну ладно, Картер. Удачи вам. Куда меня синяя стрелка-то звала? А, прям сюда. Картер, говорят, вы грохнулись в обморок во время теста. А вы? Нет, Верси. Нет. Так, вывернулась слегка. Но с похмелья бывает и хуже. Да вы лучше меня знаете, а, Картер? Всем плевать на ваше мнение. Ха, вы правы. А у остальных яйца. Я слышал про Досилву. Самое ужасное, что все сделали верно. Я здесь по другому поводу. Что вы знаете о братье агента Уивер? Вот черт. Я сто лет не вспоминал о Пите Уивере. Но кое-что я действительно знаю. Он пропал много лет назад, когда Уивер была еще юной соблазнительной сучкой. Она все твердила, мол, Пит как-то странно пропал. Похоже, она была права. Начальство все списывало на бабскую натуру. Говорили, она слишком нервная. Ага, она оказалась еще более нервная, чем они думали. Но Уивера слушать не стала. Поплакалась старику, а тот, как всегда, прогнулся. С тех пор Уивер хранит дело брата у себя в кабинете. Спасибо за наводку. Если найдете что-то вкусное, покажете? Эээ, вкусное? Ну, скажем, карточки Уивер с выпускного. Вы неисправимы. Так точно. Эти Дрэзнеры, карточки с выпускного из Гитлер Югент СС, блин, покажу. Так. Кабинет, кабинет. Кабинет рядом с полком, насколько я понимаю, да? На втором этаже которой. Давайте туда заглянем. Снимок. Ну да. Все тот же снимок. Ну и картина. Спрятанный сейф. Найти код сейфа. Черт заперто. А может так? Черт заперто. А может еще раз? Черт заперто. А может быть... Черт заперто. Точно? Код к сейфу. Код к сейфу. Код к сейфу. Коды к сейфу. Я у вас тут ничего, хожу так, подозрительно все, высматриваю. Записька. Перехваченная записька. Директор, я нашел этот отрывок записьки среди мусора. Он прилег к моему вниманию. Я подумал, что вам будет интересно узнать, что думают люди. Неизвестные. Эту запиську я уже читал. Неинтересно. Зачем пять раз подсвечивать одни и те же объекты, черт возьми? Код, код, код. Код. Последний день рождения с Питом, 21 ноября. Ладно. Прошел с лбом по стенке и нашел код, да? 11, 21. Отлично. Так, посмотрим. Забрать папку с секретными документами. На какой-то рваном клочке бумаги, в котором подтирались не раз, а не два секретные документа. Дело бы честного человека П. Уйвер. Толстое досье с десятками папок, фотографий, карт с примечаниями, и аккуратными заметками, сделанными от руки. Исходное дело посвящено необъяснимому исчезновению Питта Уйвера на все штаты Нью-Йорк в 1956 году. В дополнительных папках материал о загадочных огнях, массовых отключениях к электричеству и о других необъяснимых исчезновениях по всей стране. В некоторых из них есть фотографии человека, похожей на генерала Димза, заснятого в местах исчезновений. К досье приложены нарисованные от руки карты и заметки о том, как и когда удобнее всего убить генерала Димза. Замечательно. Что за дерьмо здесь происходит? Димс, Димс, по-моему, мертв или не мертв? Димс, Димс, Димс. И что, и почему здесь ни черта, ни каких стрелочек не обозначены? Давайте пошаримся, пройдем обратно. Может быть, какой-нибудь маячок появится. Где там это? Инжиниринг, армия... Нет, лаборатории нам не надо. Так, инжиниринг туда, лаборатория туда. Никуда нам не надо. Нам надо, судя по всему, сюда. Да. Ты, Димс? Вы свободны. Не представляю, как вас можно было принять за чужого. Может, это была шутка? Нет. Димза здесь нет, суди по всему. Хотя... Ты кто такой? Как поживаете, Картер? Бывало и лучше. Все человечество с вами согласится. Это Уэл. На сегодня все. Ну ладно, Картер. Удачи вам. В общем, непонятное. Абсолютно. К чему это все?